Упс Испытание костей на прочность. Только так можно ходить по некоторым тротуарам в городе. Ранее на этом участке всего за несколько минут перед нашей камерой поскользнулось более 10 человек. Какой-то ковер такой ледовый образовался. Очень скользко и как бы это невозможно ходить. Это же можно и руки, и ноги сломать. Именно поэтому в это место зимой никогда не зарастет народная тропа. Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи номер 2. Каждый день сюда попадает от 70 до 100 человек с различными переломами и ушибами. Кстати, в больницу до сих пор подтягиваются пациенты, которые получили травмы еще на новогодних каникулах. В этом учреждении в январе и без этого был аншлаг. Из-за того, что в травмпункте 9-й горбольницы возникли трудности, наплыв пациентов лег на местных врачей. Практически вся нагрузка легла на наш травмпункт. Количество людей доходило до 170 до 180 в сутки. Естественно, такой большой объем пациентов было обслужить очень нереально. У нас в помещении травмпункта негде было присесть. Люди стояли в очереди часами. При этом нельзя сказать, что медицинская помощь доступна всем пациентам. Особенно это касается жителей районов, в которых даже не всегда есть хирурги. В таком случае порядок действий для пациента следующий. Он обращается в районную больницу, в центральную районную больницу. Там ему оказывают помощь первую, первичную хирург. После этого по ситуации, либо пациент, если он нуждается в дальнейшем лечении, переводится в межрайонный центр. Часть операции там могут выполнить сами. В том числе и пластины поставить, какие-то металлоконструкции. Если требуется специализированная помощь, то уже пациент мушартизации переводится. Это больница с кроме медицинской помощи номер один. Либо переводится к нам на базу БСА-МП-2. А пока жителям региона нужно быть осторожными, ведь на льду низко пасть может каждый. Асфальта нам не видать еще как минимум два месяца. Ирина Корчегина, Александр Антропов. День с толком. Продолжение следует...